Сан-Тропе Амбициозный и отважный Я самый сумоистный сумоист в мире! Они команда, которой сегодня предстоит противостоять сильнейшим соперникам Я люблю, в принципе, с кем-нибудь попадаться Они герои, которые должны принести победу В принципе, да, человек, очутившийся здесь, уже как бы он ненормальный А этот вы видели, он вышел так Вместе с бесстрашным капитаном Татьяной Догелевым Российские игроки будут участвовать в конкурсах На грани человеческих возможностей Изо всех сил стараясь стать лучшими И вырвать для России первое место Мы стараемся! Мы сделаем все, что от нас осталось! Все слова! Дамы и господа! Второй отборочный дни Встречайте! Дмитрий Нагилев и команда из России Экстремал Если хочешь красиво повоевать Совсем не обязательно выкатывать пушки Если хочешь красиво любить Не обязательно вздохи при луне Для того и другого Мы придумали большие гонки Три! Новая битва Сан-Тропе! Я приветствую тебя, Европа! Россия! Россия! Команда из России Экстремалы Капитан команды Татьяна Догелева И красная команда Кто шагает в ручный бред? Экстремальный! 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 Наш отряд! Тренер команды Ольга Салускер Россия! Россия! Стадион города Сан-Тропе Встречает наших соперников Это наши старые противники И опытные игроки из Украины Итальянские игроки накануне Провели серию серьезных тренировок И сегодня готовы к игре на 100% А участники из Румынии Продемонстрировали ноу-хау Накануне капитан их команды Устроил тренировку Пеший марш-бросок от Сан-Тропе до Кам А это примерно 40 километров От всех игроков Приветствует независимый репери Из Швейцарии Оливье Ганьян Желает командам удачи И надеется, что победит сильнейший Команда стремала Сейчас искупает только гордость За нашу страну Потому что они сейчас являются нашим лицом Они победят обязательно Они самое главное знают, что они Уступают за честь нашей страны Поэтому ура, Россия! Ура! 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 Команду экстремалы Представляют корифеи больших гонок Большинство из них Принимали участие в прошлых сезонах нашей игры Итак, это Актеры Александр Носик Сергей Астаков Сергей Глушко Актриса Ольга Прокофьева Певец Виктор Рыбин Певица Наташа Королева Наталья Сенчукова Двухкратный Олимпийский чемпион По фехтованию Ильга Армамедов Двухкратная Чемпионка мира По УШУ Екатерина Стенищева Воздушный гимнаст Борис Лащилов Мастер спорта По греко-римской борьбе Александр Надежды Капитан команды Народная артистка России Татьяна Тогилева Тренер команды Ольга Слуцкая Татьяна Тогилева Война в лучшем мире Сегодня Россия начинает Таня, я так понимаю, что Первый раз вы здесь На больших гонках Несмотря на то, что Это уже третья битва, да? Да, я первый раз Но я всех очень хорошо знаю Потому что я смотрела Все программы Все конкурсы И страшно переживала И они мне все как родные Я хочу сказать, что Это лучшие из лучших Это лучшие спортсмены Это опытные Большие гонщики Так скажем Я чувствую, что Действительно экстремалы Ну, обезгонятно, Дима Но кто еще полезет В клетку с бешеным быком Он вот здесь вышел Этот бык Уже страшно было Понимаете, все шарахнули А это люди идут туда И для них бык Это как Ну, вот как Кинокамера для вас Таня, а были в вашей личной жизни Какие-то экстремальные события И экстремальные поступки? Так, навскидку Я спрыгнула с вертолета в океан Громкое дело было Я помню Спасибо большое В России пора, в России всегда Пару слов с тренером команды Ольгой Слуцкер Насколько команда готова Вот так по-честному Каждый раз Ты меня об этом спрашиваешь Каждый раз я тебе говорю Дима, российская команда Всегда готова Итак, дорогие друзья Постепенно все начинается Стадион как бы набирает воздух Спортсмены готовятся Пока еще сухие Пока еще ни одной капли пота Не течет по лицу Все внешне спокойно И только стук сердец Выдает то волнение Которое охватывает спортсменов Вот там вот Вот там вот Будет происходить Первый конкурс В конкурсе пляж Задача участников состоит в том Чтобы соскользнув с горки на лодке Добраться до импровизированного острова И всем на нем разместиться Сложность в том Что надувной остров Очень подвижный И если во время спуска Сильно разогнаться Можно столкнуть в воду Всех своих товарищей Кто заявлен в конкурс пляж Начинает наш прекрасный Тарзан Сергей Глушков Следом идет Катя Стерещева Следующий идет Очень опытный Сергей Астахов Идет Олечка Прокофьева Александр Носик Наташа Сенчукова И седьмым у нас Виктор Рыгин До начала поединка Команда Экстремалы И тренер Ольга Слуцкер Разработали тактику игры И просчитав сильные и слабые стороны соперников Распределили игроков по конкурсам Для участия в конкурсе пляж Тактика была выбрана следующая Что важно Важно, что в первом С этой горы спустился Самый сильный игрок Мужчина Который будет помогать Затаскивать на скользкий остров Всех остальных Я предлагаю Чтобы в первом был Сергей Глушко Вторая бы поехала Катя Она спортсменка Она может помогать тоже Сереже Затаскивать на остров остальных А потом я Я хочу играть Я приехал сюда не отдыхать Я буду играть Будем играть Бомбочку Бомбочкой будем Бомбочкой Кто больше равны были Бомбочка боятся губинат Все равно переживаешь То есть переживаешь Чтобы никто не травмировался Ну, соответственно Хочется И Ну, стараться Россия! 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 Сейчас мы будем наблюдать Как российская команда Добирается до острова Три, два, один Начали И так полетела российская команда Тарзан Глушко вылетает первым Подлетает прямо под остров Ищет лодку Пока все спокойно Главное, что здесь нервы Но быстрее, быстрее, быстрее надо Быстрее До того, до того Как Тарзан не закрепится на острове Следующему спортсмену Вылетать нельзя Закрепился Машев Можно вылетать Теперь его задача Подтягивать Как самому сильному Подтягивать Всех остальных Катя Стенищева Неприятная спортсменка Пока, пока, пока Все у нее удается Размеренными движениями Ну, а что вы хотите Катя чемпионка мира по ушу Оба, оба закрепились Теперь к следующему спортсмену Главное их не сбить Бабах! Вылетает Сергей Астахов Нет, не получается Не получается Астахов сбивает Двух закрепившихся спортсменов Спокойно работают Спокойно работают Очень, очень тяжело Поскольку хитрые французы Они подтянули Этот несчастный Резиновый остров Слишком близко К трамплину специально Чтобы усложнить конкурс Чтобы спортсмены Сбивали друг друга Жик-оп! Следующая спортсменка Ольга Прокозьева Хорошая актриса Сбивает Но спортсмены Чудом Чудом Удержались Чудом Удержались Посмотрите, как хорошо Как хорошо стоят наши спортсмены Четверо Четверо стоят И сейчас И сейчас Саша Носику Главное не сбить Для России Конкурс завершен Мы только что посмотрели Первый конкурс Было жуткое волнение Ехали они хорошо В конце, конечно, была какая-то неполадка Все упали Я надеюсь, что это не рассчитается Потому что ехали очень хорошо Народа было много Мне даже показалось, что Вот почти вся команда стояла на этой лодке Ты залезла вообще великолепно Просто Как это Как дикая пантера Я видел Я все видел Вот здесь Все Ты что, знаешь, как переживала На этот раз Игрокам российской команды повезло Александр Носик Столкнул закрепившихся на острове игроков Только после того Как прозвучала финальная сирена А это значит Что результат будет защитным И мы можем рассчитывать На высокие баллы Правильное опоздание Я опоздал вовремя Ребята устояли Если бы Гог произошел чуть позже Салабуду Такое очень просто Супер, супер Мы лучше Давай, победу Занат, на победу Победу А сейчас вы увидите Лучшие моменты Игры наших соперников В конкурсе пляж В конкурсе пляж Чисти украинским участникам Удалось закрепиться на острове Но перед финальным свистом Двое из них Не удержались И упали в воду Итог Украины Четыре игрока На острове Итальянской команде Повезло еще меньше Из двух Попавших на остров Игроков Не засчитали ни одного Так как они не смогли Поднять на остров Свои лодки Румынская команда Сыграла не намного лучше Только два спортсмена Из Румынии Добрались до острова И смогли на нем Зафиксироваться Таким образом Все команды В конкурсе пляж Показали Довольно низкие Результаты Первый конкурс завершен Ну что, Оля Как ощущения От первого конкурса? Ощущение Что он Оказался очень сложным Очень близко Поставили остров Ты видел, да? И такого у нас Никогда не было Чтобы Посмотри Все команды Сыграли неудачно Таковы Как бы условия Что не так просто Это все делать И каждый следующий Сидящий Он сбивает по-любому Мы и так устояли Вдвоем Против Кризиса Так что я считаю Мы неплохо Выкинули Танечка, скажите, пожалуйста Ощущения От первого же конкурса Великолепная команда Великолепные Участники Немножечко Не сообразили Организационно Что когда звучит Эта сирена Можно не ехать Остаться там Ребята Работали великолепно Просто великолепно Самое сложное В этом конкурсе Конечно Это тот момент Когда у тебя Летит человек И держаться на этой штуке И потом его затащить Потому что первому Ему легко Забираться А вот всех Затаскивать И дальше Всем оставаться вместе И держаться Это самое сложное Баланс и равновесие Итак Дорогие друзья Результаты объявлены И эти результаты Вы видите на своих экранах Россия и Украина 4 балла По 4 балла Молодцы Румыния 2 балла Италия 1 балл Если команда То команда выиграет Если каждый по одному По одиночке будет То не получится ничего Потому что вот посмотрите Если боксер бы бил одним мизином Он бы ее сломал Он бил кулаком Поэтому если команда Все будет супер А у нас команда Итак дорогие друзья Следующий конкурс Называется Вышка В конкурсе принимает участие По 3 человека От 2 команд Задача участников По очереди Пройти через арку И поднявшись на вышку Сорвать с нее таблетку Затем снова Пройдя через арку Установленную на пути участников Передать таблетку медсестре Выигрывает команда Собравшая наибольшее количество таблеток А сложность в том Что на арене Присутствует Вык Скажите пожалуйста Кто будет от нашей команды Будет Эльдар Мамедов Будет Сергей Глушкой И будет Саша Носев А Наташа Королева Будет подавать У нас есть специалисты По быкам Да? Очень символичное название Я бы сказал Сразу недалеко ходить Вышка Кто хочет на вышку Вышка Мальчики не бойтесь Ничего Послушайте меня Все готовы? Да все готовы Они ходили Смотрели БК Они отработали по практику Они проверили стол Мы постараемся Мы сделаем все Что от нас работает Честное слово Болейте за нас Россия! 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 Давно ты лазил по столбам? К сожалению давно Давно Но я постараюсь Продолить расстояние Главное преодолеть БК А столбность Как-нибудь одолеем Саша Носев Полно энтузиазма У них у всех Полно энтузиазма Пока бык не выбежал А я могу Отвлекать БК? Да, конечно Хорошо И мы даже разрешаем Татьяне Догилевой Отвлекать его Отвлекать его Находясь прямо там Внутри арены Чувствуете Там могу Отвлекать БК? Ну, конечно Конечно О чем разговор? Какие у нас новые БКи? Чуть тактика Много тактик Много каких-то подходов Придумано Но все они Все они могут Разрушиться в этой части Как только на площадке Появится Животное Я имею ввиду Вне себя В первом этапе Принимают участие Италия и Россия Выпускайте Дочка И вот он на арене Нет, это не бык Это не бык Это лохнесское чудовище С рогами Он сносит на своем пути Все Если бы вы видели Как он носил ноги Олегье Гальян Независимый рекорд Я вот притворился деревом Он меня не заметил Смотрите Пытается Пытается Побраться Саша носик Ему это удается Он допекает Добегает До противоположной Страны арены Теперь надо Попробовать Залезть по столбу А это Ой, как Нелегко Не получается Не получается Снова Еще и потому Что просто Просто-напросто Страшно Бык Бык на арене Какого он цвета Извините Я плохо различаю цвета По-моему, он красный Нет, это красные глаза Он смотрит на меня Ну-ка, иди отсюда Ну-ка, иди отсюда Посмотрите Что происходит Он нападает на все Помесь Это помесь Быка и Бультерьера Ему абсолютно все равно Что подцеплять рогами Бежит назад Саша носик Молодец Красавчик И выходит Тарзан Это я помогаю Тарзану Он просил просто Помогать ему Такими криками Присел Присел Побежал Побежал И не успевает Успел Успел Молодец Молодец Сережа Глушко Сейчас будет пытаться Лезть Лезет Лезет по столбу Не получается Очень тяжело Столб это даже Не канат Дорогие друзья По канату Проще лазить А здесь совершенно Скользкий столб Прекрасно Прекрасно Тарзан Тарзан Заканчивает Дистанцию Что-то Что-то ему говорит Не засчитали Не засчитали А что не засчитали Через арку Давай через арку Беги Не разговаривай Бежать через арку Только через арку Можно возвращаться назад И сейчас Сергею Глушко Предстоит Все по новой По минному полю С дурацкой таблеткой В руках Побежать через арку Бык сразу Несется за ним Замер Глушко Замер Бык И вот теперь Путь назад Не успевает Не успевает Эта несчастная таблетка Не дает нам возможности Продвинуться И закрепить Свои лидирующие позиции Стоп и прошел Да Многие здесь знают Что с быками Только я могу общаться Ему зовут Жора Жора Быстро домой Саша Похоже Вся тактика К черту Да Вся Бык бешеный Ему на тактику На нашу С высокой колокольни Ребята Молодец 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 Арка 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 Вы сказали Когда движите туда таблетки Вы должны через Как бы эту арку А обратно Никто ничего не говорил Надо через арку Не надо Обидно Что даже Он принес таблетку Но не пошел через эту арку И Кайфи Наверное Не защитил При мне Дважды Объясняли правила И дважды Повторили Что и за таблеткой И с таблеткой Надо пробегать Под этой аркой Сережа потрясающий игрок Он смелый Он очень здорово справился с заданием Скажем так Не допонял Да Ты знаешь Шум Гам Боления Соревнования Просто недопонял Вот знаешь Как выскочила Вот эта информация У него Готовятся Румыны И украинцы Вы слышите Стадион Бушуи Именно украинцы Так поддерживают Свою команду Я узнаю этих ребят Эти ребята Играли на больших гонках И первого сезона И второго Именно эта команда Зарекомендовала себя Как наиболее Федически подготовленная команда Поэтому Они играют Практически В том же составе Внимание Три Два Один Выпускайте Бучка Итак Начинается Поединок Поединок Для Украины И Румынии Итак Прекрасно работает Румын Но он пока еще Не знает Что бежать Быстрее Быка Невозможно Бежит Бедный Береги Пятую точку И вот Он просто кричит Помогите Помогите Просто от страха Орет Просто от страха Орет Что происходит Что происходит И залезайте уже Дружище Бедный 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 Испугавшийся Румын Он просто От страха Сошел с ума Я видел Эти Глаза Следующий Румынский Спортсмен А украинец Возвращается Возвращается Назад На одном С таблетки Шустрый Шустрый Украинский Спортсмен Они взяли Крипушей Таких Которые Метелят Здесь Мама Не горюй Добежал Присел А быката И нет Теперь полезет По столбу А румыны Просто боятся Просто боятся Румыны Посмотрите А украинский И сейчас Побежит назад А румын Прирос К этому Подиуму Он просто Даже Даже Не допускает Мысли Что можно С этого Подиума Слезть А украинцы Работают Таблетка За таблеткой Нам уже Украинцев Не обойти Украинцы Нас уже Обошли Румын Побежал Просто побежал Присядку Припрыжку Куда-то Очень хорошо Работают Украинцы Очень хорошо Работают Сейчас Едем Успеет Успеет Еще одну Таблеточку Спускается И сейчас Повесется Назад Быка не видит Быка не видит Украинцы Только через арку Только через арку Только через арку Только через арку Назад Тоже Тоже Как и наш Тарзан Украинский Спортсмен Перепутал И побежал Побежал Вокружку Это все Стоп игра И так, закончился конкурс. Вот в такой вот позе Оливье Ганян показал о том, что конкурс закончился. У него, я уже его знаю не первый год, у него несколько пост для начала. Вот, и это значит конец. Я считаю, что Украина самый сильнейший противник, они рядом с себя только в случае. Но тем не менее, все равно Россия победила. И результаты, дорогие друзья, вы видите на своих экранах. Они таковы. За прошедший конкурс с ЗПКОМ. Украина 4 балла, Россия 3 балла, Италия 1 балл и Румыния 1 балл. Баллы всех команд по прошествии всех конкурсов. 8 баллов Украина, Румыния 3 балла, Италия 2 балла и 7 баллов России. Все хорошо. Блестящий. Все у нас финал. Блестящий, посмотрите. Финал блестящий красавцы. Тело, посмотри. А ты спой быстро что-то. Покажи тело им на... Какое настроение. Тело, я покажу тебе. Покажи мне тело артиста, посмотри. Вот. Все, правда, я четко. Я могу, я могу, я могу. Я могу. Смотри, вот так. О, о, о. О, о, сталь, сталь, сталь. Итак, дамы и господа, за моей спиной разворачивается конкурс «Курорт». Находясь на движущейся платформе, участник должен собрать максимальное количество курортных принадлежностей, которые ему протягивает партнер. Выигрывает команда, собравшая больше всех вещей. А сложность в том, что платформа двигается с разной скоростью. А у каждого участника есть всего 30 секунд. Кто будет от нашей команды? Не раз Сенчукова и Рыбин. Мы жили на дыхательных курортах. Кому как не ему начинать этот курортный сезон. Витя Рыбин бежит первым. Затем бежит... Уж как бегает Витя Рыбин мы знаем. Кто же не знает, как бегает Витя Рыбин. За ним бежит Катя Силищева. Затем бежит Наташа Королева. И Ильгар Мамедов замыкает вот эту очередь за курортными принадлежностями. Задача Наташи удобно протянуть предмет курортный, очередной. Задача игрока взять и закинуть в свое... Спасибо. Дайте, наверное, тут лучше. Будет какой-то дыраться. Наташ, на самом деле... А ты ищешь мне? Да, вот этот удобный. Надевай мой. Сюда же. Сюда же. Сюда же выиграть. Сюда же. Чувствую, сейчас будет весело. Подъезжали. Итак, дорогие друзья, начинается поединок для нашей команды. Ох ты! Ну и начался поединок для нашей команды. Первый же, первый же спортсмен. Я Витя Рыбин назвал спортсменом, но... Это очень спортивная фигура. А украинец? Украинец? Не, не, это ерунда. Витя Рыбину так пульнули этот подиум, что он как пуля просто. А украинцу почему-то спокойненько. Пошла Румыния. Румыния бежит. Тянется красивая румынская спортсменка. Очень нельзя, что вот так вот ручку. Но добежать-то не получается. Нет, нереально. Опа. Да нет, нереально. Шапочка дурацкая дотянуться. Италия пошла. Когда я говорю, Италия пошла, я просто лукавлю. Италия в раскоряку побежала. Как старикашка, как они в 90-м лет не бежут. Нет, ничего не получается. Наша спортсменка, я просто вижу по стати, по красивому купальнику. Пытается дотянуться Наташа Семчукова. Нет, Катя тоже падает. Тоже падает. Я не понимаю, как может дотянуться. Может быть, шваберкой можно помогать. Красиво пролетела украинская спортсменка. Бежит. Но бежать-то мало. Надо еще пытаться схватить дурацкую шапочку. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ударилась. Ударилась лицом. Вся в крови украинская спортсменка. Надо быть очень аккуратным здесь. Ой, дедная девочка. Итальянская спортсменка просто падает. Катя, мне показалось, что вообще практически невозможно дотянуться до шапочки. Можно здесь тянуться, на самом деле, очень большое расстояние. Девчонки не дотягиваются, у всех руки короткие. Смотри, что происходит. Я со спины вижу, что это Наташа Королева. Ручки в Ростопырку, ночки в Ростопырку. Нет, Наташенька, надо подъехать еще где-то полтора квартала. Нет, 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 снимают ее. Все-таки вот когда красиво, так здесь ничего не добавят. Очень красиво Наташа Королева выполнила свою дистанцию. Шапки нам не принесла, но украсила, украсила. Это украинка, украинка. Длинноногая красавица. Бежит, бежит, бежит. Разрешили на швабру нанизывать. Опа,енькие. Да, да, вот она первая шапочка. Нет, 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 нет. Румынка, румынка бежит. Просто кустодиевская румынка бежит. Напяливает чипец и в воду. Ни у одной команды ничего не получилось. Итальянская спортсменка никуда не бежит, просто едет. Просто катается. Так, 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 дотянулась. Нет, нет. Хватает, хватает и падает. Эльгар Мамедов, вижу, по характерному олимпийскому, вот такой, нет, вместе со шваброй. Это хорошо, что-то не на швабру напоролся. Не получилось. Ну, если у Мамедова не получилось, значит, в этом конкурсе, в принципе, ни у кого ничего не получится. Ну, давайте сейчас проверим мои слова. Ох ты, какой красавец. Оказывается, не одну шапку надо хватать. Оказывается, надо хватать еще и швабру, еще и коробку какую-то. Вот, продолжается конкурс, такой дачный какой-то конкурс. Румыния, Румыния. Шапочку схватил Румын, но еще впереди шваберка и коробочка. Посмотрим, посмотрим, удастся ли ему это. Хватает шваберку. Нет, боится. Хватай швабру. Схватил шваберку. Какие-то танцы свои румынские джиги там танцуют. До коробочки не дотянуться. Ах ты, ах ты, нет. Не получается, не получается вводить коробочку. Нет, нет, ничего, не хочет мочиться. Вообще, я слышу, что Румыния с водой не дружит. Ничего, немножко завалился просто. А как ты думал? Упал в воду и сам испугался. Думал, что там можно рыбу, я не знаю. Итальянцы, итальянцы на дистанции. Это бесконечный конкурс. Я хочу вам сказать, что протяженность этого конкурса 6 часов 40 минут. Поэтому нам осталось с вами высидеть всего 6 часов 35 минут. Шваберку-то схватил, а теперь коробочку. Ох ты, не получилось. Ни у одной команды ничего в этом конкурсе не удалось. Конкурс завершен. Чемпионка мира по боксу Алина Шаттерникова. Не смогла пройти конкурс сауна. И разбила губу. Этого никто не ожидал. Чемпионка мира, которая не раз держала удар соперника на ринге, получила нокдаун на больших гонках. Какие это игры над настоящей бой? И выходят на этот бой сильнейшие. Мы получаем травмы. И нам все равно. Выбиваем из зубы. Или у нас синяки под глазами. Или разрываем губы. Потому что мы выходим выигрывать. Я бы пошла на эту дорогу, конечно. Но, тем не менее, я думаю, что... Даже если бы я не взяла там какой-то предмет, который мне будут давать, я бы ни в коем случае не подвергала себя риску. Капитан команды Татьяна Догилева. Тань, мне показалось, поправьте меня, если я не прав, что просто невыполнимый конкурс, в принципе. Я смысла вообще этого конкурса не поняла. Насколько было бы веселее, если бы по этому веселому подиуму Задор нанесся бы бык еще за спортом. А внизу крокодилы. И сразу бы конкурс приобрел в другую окраску. Посмотрим, посмотрим, как распорядятся теперь баллами организаторы и рефери Оливье Ганьян. Вот он ходит около пустых корыт и сам удивляется. Что это я такое придумал? Почему корыта пустые? А потому Оливье. Не надо вот так вот хитрить. Проще, проще должны быть конкурсы. И больше, больше быков и Задора. Странно, но Италия, Россия, Румыния и Украина ничего не принесли. Может быть, им повезет в других состязаниях. Дорогие друзья, за моей спиной выставлены результаты всех команд по прошествии всех конкурсов. 9 баллов Украина, 4 балла Румыния, 3 балла Италия и 8 баллов Россия. Как были очень ровненько Россия и Украина, так и идут. Хотя один балл, который создает отрыв Украины, может очень плохую роль для нас сыграть на финальном рубеже горки. Каждый конкурс в больших гонках приносит баллы. Чем лучше выполнено задание, тем баллы выше. В конце состязаний они дают возможность на финальном конкурсе горки нашим гимнастам стартовать с более высоких позиций. А это значит, у них будет больше шансов первыми прийти к финишу и принести победу всей команде в сегодняшней игре. Итак, ждем развития дальнейших событий. Спасибо, что вы с нами. Это «Большие гонки 3». Итак, дорогие друзья, следующий конкурс «Выборы». Это очень сложный конкурс. Здесь простых конкурсов не бывает. Все, что касается быков, это все очень и очень сложно. В этом конкурсе принимают участие по два человека от двух команд. Первые должны с натянутой веревки сорвать конверт, добежать до середины арены и произнести специальный текст, после чего передать конверт своему товарищу. Выигрывает команда, которая сможет собрать большее количество конвертов. А сложность в том, что на участниках надета импровизируемая трибуна, а на арене присутствует бык. Кто в этом конкурсе, я вот вижу, Астахов, стоит дурацкой абсолютно будкой. Кто в этом конкурсе в принципе заявлен? В принципе, вот с дурацкой будкой Астахов и заявлен в этом конкурсе. Один спортсмен? Астахов идет на второй конкурс с быком. Один? Один. Один и на быка? Да. Быковать? В лоб, в лоб. В лоб, в лоб. Ну, два быка встретились как-то на площадке. Да, пообщались. Рогатый пострадал. Заявленная спортсменка Наталья Королева. Ее задача? Ее задача просто принять конверт. Астахова задача зайти на подиум, три раза повторить. Слава России, слава России, слава России. Ставки в любом случае только на нас, а как же иначе? И реально у нас куча шансов, тем более, чтобы потом застыкнуть на свой бой. Итак, через несколько секунд начинается депутатский, я бы даже сказал так, конкурс. И от нашей команды защищать честь страны будет хороший актер Сергей Астахов. Но здесь быку абсолютно все равно. Хороший актер по Станиславскому или по Мерхольдке работает. Будет делать свое черное дело. А сейчас будут сражаться Украина и Россия. Внимание, выпускайте бычка. Итак, дорогие друзья, дана команда к началу следующего конкурса. Ох, 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 какое, какое страшное животное выпрыгнуло. Выпрыгнуло на арену. Это не ледушка, это бык. Астахов пробежал, что-то там фрикнул, я не слышал, что он там фрикнул. Через микрофон, только через микрофон. И вот сейчас надо кричать, надо кричать. Молодец, молодец, Сергей. И теперь главное отсидеться, отсидеться на заборе с этой ужасной тумбой. Пока все хорошо. Кругами ходит наш спортсмен. Кругами ходит украинский спортсмен. Бэк запутался на кого нападать. Донести, донести надо конвертик. Вся задача большее количество конвертов доволочь до противоположной стороны арены. И возвращаясь назад, крикнуть «Слава России! Слава России!» три раза. Молодец, молодец, молодец. Все пока получается. Главное, спокойно, главное, спокойно. И мне кажется, я могу ошибаться, не хочу забегать вперед, но мне кажется, что наши пока лидируют. Пока лидируют. Но время еще очень-очень много попадает. Попадает под раздачу украинский спортсмен. Ох ты, ох ты, ох как достается украинцу. Астахов пользуется ситуацией, спокойно сидит на заборе. Доносит, доносит следующий конверт, или как они здесь называют, бюллетень. Россия, Россия, влево наша команда! Да, хорошо, хорошо работает Астахов. Несется за следующим конвертиком. Все меньше и меньше остается конвертов у нашей команды, хотя ровно. Ровно идут команды, здесь я лукавлю. Очень ровно работают команды, может быть, потому что я стою ближе. Вот, бык упал, бык упал, бык упал, бык устал и упал. Замер, замер бык, замерли игроки. Сейчас посмотрим, кто первый ринется в бой. Украинец хорошо работает, хорошо работает, спокойно идет. Посмотрите, как спокойно работает Украина. Ба-бах! Ох, ох, очень, очень опасно, очень опасно. Я напоминаю, что у быка ведь не только рога, но и копытами можно попасть. И бей, украинца, бык! Посмотрите, посмотрите, что происходит. Бык просто запутался в украинской ленте. Бык офонарел, офонарел. И этим пользуется наш спортсмен. Сейчас надо, сейчас надо продолжать, продолжать и играть, продолжать работать. И он успевает, успевает донести конверт. И не успевает, и еще как не успевает. Украинец просто, просто опасный. Первый этап конкурса завершен. Стоп. Русский, он не ждет до конца. Если уж играть по экстремальному, у нас легко не бывает. У нас все экстремально. Поэтому и команда у нас экстремала. Но лучшая. Да, как ощущение? Очень легко, по крайней мере со стороны смотрелось. Нет, даже не смотрел. Что-нибудь тяжеловато, потому что, знаешь, говорят, один в поле не воин, иногда воет один в поле воин. Я увидел, как он его пинал, мне было даже честно, не очень хотелось в это время носить, голосовать и носить очки. Но тем не менее, играя всегда, мы должны побежать. Спасибо вам за хорошего соперника. Он поддавал мне постоянных желаний не проиграть ему. Очень достойный и хороший человек. Я обеду, уже смотрю, знаешь, к краям глаза. Я тебе клянусь, я не знаю, слышишь, не слышишь, я уже говорю, не бей в героинство. Я вместо них обнимаю от России, потому что мне даже неудобно было. Я смотрю и чувствую, что же там, ну что вообще. Прямо со стороны казалось... Мне казалось, что тебе в челюсть попали. Давай, брат, спасибо. Спасибо, давай, ты грани мы с тобой, давай. Большое количество бюллетеней доставлено на избирательный участок. Теперь слово за Италией и Румынией. Выпускайте, дочка. Итак, начинается поединок для Румынии и Италии. Я не обещаю вам, что итальянцы будут кричать, что в России, но свое дело они знают добре. Ох, какой быт. Что ты меня так смотришь? Я сегодня играю. Я сегодня веду большие конкурсы. На Первом канале разгоняется румынский спортсмен. Румыны и быки. И, судя по прошлым конкурсам, я понял, что это две вещи несовместны. Если Румын залез на заборчик, все, его оттуда не спихнуть. Румын сидит на заборе. Итальянец тоже сидит. Посмотрите, разгоняется, разгоняется итальянский спортсмен. Опа! Попал, попал бык. Извините меня, в пятую точку. Румынскому спортсмену. А удар таким рогом, это очень неприятное ощущение. Ох ты, ба-бам! Что происходит? Что происходит с итальянским спортсменом? Он просто не дает шелахнуться. Просто не дает шелахнуться. А спортсмены особо и не пытаются дергаться. И до жиру быть бы живым, что называется. Продолжается поедина длина жизни просто. Между быком, Румынией и Италией. Очень-очень робко работают спортсмены. В отличие от нас и украинцев. По-моему, в первый раз просто дотянулся до микрофона итальянец. Так медленно, просто градучись, градучись пробирается румынский спортсмен. И так рад, что добежал. Прошептал микрофон. И доволен, доволен. И давай улепетывать. А итальянец работает, работает и носит. Мама, не горю, вот эти вот... ...тени, да, конвертики. Время еще есть у спортсменов. Время еще есть. Крадется просто. Крадется румын. Нет, 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 не стал, не стал. Звучит сирена и больше ничего изменить не получится. Спасибо. Вот и все. Ну, вообще какой-то животный ужас просто. Я не знаю, мне совсем не весело. Мне вот за них страшно. Это, по-моему, очень жестокий конкурс. Я не знаю, как они там бегают. И так все разобрались. Все подсчитано. И результаты прошедшего конкурса, дамы и господа, вы видите на своих экранах. Три балла за прошедший конкурс Украина. Россия четыре балла. Молодцы. Италия один балл. И Румыния два балла. Таким образом, по прошествии всех конкурсов складываются вот в такую вот вереницу. 12 баллов Украина, 12 баллов Россия, 6 баллов Румыния и 4 балла Италия. Мы победили в этом конкурсе. Мы победили. Астахов прекрасно вообще. Его провел мастерски. Просто триадор. Триадор. То есть все установки капитана были выполнены? А я только одно говорила. Сережа, ты гений, я тебя люблю. Все. А следующий конкурс называется «Сумоисты-баскетболисты». В конкурсе принимают участие по два человека от каждой команды. Наряженные в костюмы сумоистов, участники должны пройти полосу препятствий и, забравшись на вращающуюся платформу, закинуть баскетбольный мяч в корзину. После этого они имеют право бежать к финишу. Игрок, пришедший последним, из конкурса выбывает. Сложность в том, что костюмы очень громоздкие и неудобные. Мы решили в этом конкурсе играть абсолютно честно. Если вы посмотрите на костюмы наших ребят, посмотрите, как они надут, и сравните, например, с объемом сумоистов команды Украины. Ах, вот так, да? То есть здесь возможны вариации в надувании костюма, да? Нет, почему? Нет, мы не заявляем протест, мы просто играем честно, вот и все. Это наш выбор. Это совершенно новый конкурс. Мы так понимаем, что нужна хорошая выносливость и хорошая физическая сила для того, чтобы... Это конкурс в костюмах. ...выдержать этот тяжелый костюм сумоиста. И нужно двух девушек, но необходима сила, что если упадет сумоист, помочь ему вытолкнуть... Максимально сильная девушка. Сенсиально быстрая реакция хотели вернуть это тело. Я умру под сумоистом. Хорошая смерть, красивая, однако. Смерть под сумоистом. Серьезно, говорю. Везде. Можно я? Можно я? И умереть, хорошо. Можно я? Можно. А можно это тоже? Кто будет заявлен в этот сложнейший конкурс? Ильгар Мамедов и Александр Носик, и наши замечательные девочки Оля Прокофьева и Катя Стенищева. Надеемся на удачу. Мужчина должен быть всегда в форме. В отличной форме. Форму заказывают женщины. А им нравится мужчина солидного. Слегка оформившегося в этой жизни. Вот мы имеем форму теперь. Да, в положении. В положении. Ну, с левой. Ну, в общем, правильный мужчина. Вот так и слава. Только будучи экстремалами, можно выиграть. Потому что сумасшедшая вера, сумасшедшее желание, сумасшедший экстрим. Поэтому экстремалы, они до всего-то своего добьются. Болейте, болейте за экстремалы. Болейте за наших. Все, привет, урэво. Три, два, один, подержать. Итак, дамы и господа, начинается, начинается поединок. И понеслись. Понеслись сумаисты первым украинцам, которым остается закинуть мячик в корзину. У него это получается. И румын. У румыны тоже все получается. Наш. Наш спортсмен попадает. Следующий, следующий. Илькар Павлетов, я вижу, этих костюмов сумаистов ни черта не понять. Взбивай ты его уже, давай. Молодцы, вот он. Ох и месиво. Ох и месиво. В разные стороны совершенно кувыркают. А, наши уже на финише. Наши на финише. Мечи мы кинули, но сетка дырявая. Засчитают это или нет? Все, снимают, снимают, я вижу, итальянца. Пока, Италия. Наверное, координация самая главная. В таких костюмах очень тяжело бегать. Толстенькие такие. Попасть в кольцо, когда кольцо крутится. Ну, наши первые два забили, я думаю, что все нормально будет. Вперед. Господа, внимание, сейчас начнется второй забег. Начали. Данстарт. И оставшиеся понеслись. Украинец прекрасно проходит дистанцию. Прекрасно. Кидает, кидает, по-моему, Саша Носик. Кидает Мамедов. Нет, Мамедов уже убежал. Это убегает Носик. Сейчас я вижу, что наши спортсмены прекрасно заканчивают дистанцию. Оба, оба. Румынские и украинские сумоисты выбывают. Украина, Румыния и Россия готовы бежать. Посмотрим, кому повезет на этот раз. Побежали. Итак, танц следующий стандарт. Румынский спортсмен вырывается вперед, падает. Украинец прекрасно проходит дистанцию. Закидывает мячик. Прыгает. Носик, Носик, Саша. Кидает мячик. Кидает и не попадает. Кидает и не попадает. Мячик у него снова в руках. Эльгара Манедова откидывает. Нет, он без мячика отлетает. Без мячика отлетает. Ничего не получается у Саши Носика. Носик, Носик, Саша. Кидает мячик. Закидывает мячик. Саша действительно выкладывается на каждом конкурсе. Просто молодец. Из конкурса выбывает российский участник. Молодец! Молодец! Ты сдался? Нет. Я просто реально знаю, что Саша моложе. У него больше сил. Кокетничает. Здоровье как у быка просто. Один человек вылетает. Поэтому будет это я или Саша. Потому что у нас танцы уже вышли вперед. Сейчас будет там следующий старт. Все быстрее и быстрее вращается этот подиум. Носик, лучший, лучший, лучший. Украина, Румыния и Россия готовы бежать. Внимание, начали. Все ближе и ближе мы к финалу сегодняшнего поединка. Вырывается вперед Украина. Румыния замыкает дистанцию. Российский спортсмен сразу кидает. Нет, не получается. У Носика получается у Румына. Да, да. Ну что ж. Саша Носик сделал все, что мог. Сумоист из России из конкурса выбывает. Актер Александр Носик не смог с первого раза забросить мяч в корзину. А румынскому участнику это удалось. Таким образом, рефери Оливье Ганьян снимает с дистанции российского спортсмена. Судье намыло. Гириленко говорит, что не было броска. Намыло судье. Нет, правильно. Все правильно было. Я буду заниматься баскетболом. Я не этим занимался. Приеду в Москву, займусь. Это все, что от него осталось. Посмотрите. Это все, что им было. Воздух. Более того. Сейчас будет дан финал для Румынии и Украины. Остается щитные секунды. Внимание. Украина и Румыния в финале. Три, два, один. Побежали. Вровень. Очень ровно идет и Украина, и Румыния. И теперь, и теперь нет. С первой же попытки не удается попасть мячом. Румыну, а украинец это делает. И Украина в этом конкурсе. Первая. Побеждает Украина. Поздравляю. Результаты последнего конкурса вы видите на своих экранах. И эти результаты таковы. Украина четыре балла. Румыния три балла. Россия два балла. Италия один балл. За моей спиной выставляются планки на финал. Шестнадцать баллов Украина. Четырнадцать баллов Россия. Пять баллов Италия. И девять баллов Румыния. Все болеют, нервы напряжены. Впереди очень сложный рубеж. Сложный он прежде всего по нервам. Уже все, все отдано игре. И физические силы, и моральные. В финальном конкурсе «Горки» трём участникам от каждой команды предстоит с помощью шеста подняться на вершину «Горки». Напомним, что благодаря очкам, заработанным в прошлых конкурсах, стартуют игроки с разных позиций. Представители команды, которые придут к финишу первыми, принесут победу всей своей команде в сегодняшней игре. Как две грациозные серны подбежали ко мне. И капитан команды, и тренер команды. Мы волнуемся, и тем не менее, кто заявлен в конкурс на финал. Первым в этом этапе танкует Тарзан, Серёжа Глушко. И он себя чувствует очень уверенно. Он сам попросил его поставить на первый этап. Вторым будет стартовать Саша Надеждин. И третьим артист цирка Борис Ласхилов. Ребята, которые будут завершать финальную дисциплину, я их в конкурсах предыдущих не видел. Мы выбрали следующую тактику. Мы в запас ставим ребят, которые очень хорошо делают, или потенциально хорошо могут сделать эту гору. Гимнасты, циркачи. Поэтому сейчас вся команда России, вся команда экстремалов находится в руках этих троих ребят. Сделайся, всё будет в порядке. Готово, готово. Россия победит. Кстати, как вы считаете, вот эта тактика двух запасных оправдывает себя? Я считаю, что это очень правильный ход. И потом, это же всегда было в русской истории, как ты помнишь, это Куликовское поле, это был запасной полк, который стоял в роще. Так у нас вот такой запасной полк, цирк, эстрада и фитнес. Но украинская команда очень хорошо готова к этому конкурсу. Это видно и по мышечной массе просто. Да, я тоже это вижу, да, действительно очень сильная команда. Ну что же, это интересно бороться с сильными противниками. Тактика и стратегия. Вот главные козыри в больших гонках. И капитан украинской команды прекрасно знает об этом. На финальный конкурс горки он выставил серьёзных соперников. Если можно представиться и оценить просто свои шансы, шансы всех команд перед финальным рубежом. Юрий Киселёв. А Юрий Киселёв звание? Чемпион мира по индустрии. Просто, просто чемпион мира. Остальные ребята? Ну там есть у нас конскодёр один и один там... То есть просто прохожих нету, да? Нет. Зачем мне разводить? Нет, шансы здесь. Я предлагаю уравнять шансы, чтобы было. Зачем это придумать? Россия! 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 Ссора практически никакой. Некое отставание, поэтому вся надежда на наших гимнастов, на наших сильных мужчин. При всём при том, что спортсмены хороши, нужно не забывать о болельщиках. Это полкоманды. По-моему, наши ребята так поддерживают всех спортсменов, участников соревнований, что не победить просто невозможно. Мы сейчас выложимся до предела. Это поможет нам. Обязательно поможет. Мы будем болеть на 125,5%. Как заорём. Россия! Дует прямо на это. Итак, дорогие друзья, очень, очень красиво и необычно спортсмены всех команд подходят на финальный рубеж горки. Господа, пожалуйста, займите свои позиции. Россия! Россия! Итак, занимают, занимают свои позиции спортсмены. Остаётся совсем немного времени, и мы узнаем победителя сегодняшних баталий. Три, два, один. На! Дан Старк. Дан Старк. Не удаётся, не удаётся Тарзану сократить дистанцию. Но он хорошо, хорошо идёт. Может быть, может быть, о следующем рубеже нашим спортсменам удастся наверстать. Пока очень, очень хорошо идёт. Александр Надеждин, мастер спорта по греко-римской борьбе. Нет, Украину не догнать. Воздушный гимнаст Борис Ващила начинает двигаться. Очень, очень хорошо настигает Украину. Неужели, неужели, неужели удастся вырвать победу? Мы знаем с тобой, Дима, что только при условии, если палка положена в последний пас, эта победа засчитывается. Украинец положил одним концом в последний пас, а другой у него не вошёл, был ниже. Нас спортсмен чётко по правилам всё это выполнил. Мы играем честно. Я очень надеюсь, что арбитры тоже так же честно присудят нам победу. Места 100, палка. Даже судья оставил его. Иначе до конца забросил. С каждым сезоном правила больших гонок становятся жёстче. И любое их нарушение карается дискомфортным гоноком. Особенно это касается финального конкурса гонки. По его условиям, подниматься на шесте можно только согнув и скрестив ноги. А завершив дистанцию, нельзя перекинуть шест за финальную черту. Нужно обязательно, чтобы он попал в последнее деление. На повторе видно, что украинский спортсмен правила нарушил, а российский спортсмен пришёл к финишу на доли секунд позже, но без нарушений. Поэтому, посовещавшись, судьи приняли решение отдать победу российской команде. Украина занимает второе место. Итак, дорогие друзья, ну что ж, только что по решению арбитров было решено отдать победу российской команде, потому что российская команда на финальном отрезке сделала всё точно, как полагается по правилам. Украинская команда ошиблась. Вот она, цена одной ошибки. Победа просто достойная. Ребята, которые ползли у нас в конце, они сделали всё, что могли, выиграли. Потому что выигрывать сильнейший парень. Что можно сказать? Я поздравляю всех нас и нашей страны. Мы первые. Если бьётся сердце, значит ты жив. Когда пульс на пределе, значит ты сделал всё, что мог. Когда бушует стадион, значит Россия празднует победу. Мы сегодня первые. Это первый канал. Это Большие Конты 3. Новая битва России сегодня. Чемпион. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Удачи вам, любви и терпения. Всё пока. Пока. Гоу-гоу-гоу-гоу. Все мы играем в ломки. Большие блоки. Гоу-гоу-гоу. Россия чемпионка. Гоу-гоу-гоу. Победа будет громкой. Гоу-гоу-гоу. Россия чемпионка. На следующей неделе в третьем отборочном туре больших гонок примет участие команда 12 друзей Бочкина. Вы знаете, что море может быть людским. А телеведущий Андрей Малахов, певец Стас Пьеха и актриса Елена Захарова проверили это на себе. Актёры Александр Носик и Сергей Глушко поиграют в футбол с командой Украины, где ещё одним ярым противником будет разъярённый бык. А Артур Смольянинов попробует себя в роли настоящего Тарзана. Капитан команды, народный артист России Игорь Бочкин. Смотрите большие гонки только на Первом канале.